Друзья, приветствую! В этом видео вместе с вами хочется поговорить о том, как немножечко добавить динамики композиции. И это можно сделать благодаря дополнительной басовой ноте в аккорде. И эта басовая нота, как правило, будет на кварту вниз. Да, на кварту вниз. И для того, чтобы было понятно, как это будет все звучать, мы с вами возьмем парочку композиций и на примере поясним. Потому что одно дело словами объяснять, а другое дело услышать и увидеть самим. И в качестве эксперимента возьмем парочку композиций. Давайте опять-таки для разнообразия в разных тональностях возьмем одно в ми миноре, другую в ля миноре. И вначале я сыграю просто, как бы функциями, без дополнительных басов. А во второй раз уже для контраста добавлю вот этот второй бас на кварту ниже. Как правило, он или на следующую долю звучит, или через одну долю. Давайте просто сыграю. Все знаем эту композицию. Запомнили, да, звучание? Давайте, может быть, чуть-чуть живее, чтобы понятнее было. Вот, мы дополнительный бас здесь не включали. Теперь смотрите, мы сейчас на следующую долю будем добавлять еще одну басовую ноточку на кварту ниже предыдущей. Кварт это, условно говоря, четыре ноты вниз. Вот если у нас первая нота бас будет ми, то вторая мы считаем ми, ре, до, си. Вот си вниз. Соответственно, если у нас это будет нота, скажем, ля, то это ля, соль, фа, ми. Как бы в обратном направлении вы считаете. И вот послушайте теперь, какой у нас контраст. Слышите, да? Вот это вот рисунточка, вот она, вторая ноточка. Одно дело так сыграть. А другое? Совсем меняется картина. Ну и еще для разнообразия и подкрепить, чтобы эту тему, возьмем еще одну мелодию. Вот эту вот мелодию. А теперь добавляем бас. Ну и так далее. То есть вы чувствуете, да, что у нас вообще динамика произведения абсолютно другая. И произведение воспринимается намного более интереснее и подвижнее. Так что применяйте в своей практике вот этот вот приемчик. Добавляйте еще один бас в аккорд, который вы обыгрываете. И этот бас очень легко найти на кварту вниз. Вы считываете от того аккорда, который обыгрываете. И, соответственно, будет у вас звучание интереснее, богаче, вот как у нас с вами получилось. Хорошо, спасибо, что досмотрели это видео. Если рекомендации показались вам полезными, обязательно ставьте лайки под этим видео. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Нажимайте на колокольчик, чтобы получать сообщения, как только появляются новые видео на этом канале. И делитесь этим видео в социальных сетях. А мы с вами увидимся в следующих роликах. Пока.